Такие ЧП не редкость за последние три недели. Это уже четвертый случай, когда оголовок, верхняя опорная часть вентиляционной трубы на крыше пятиэтажки, падает под тяжестью проводов, натянутых операторами связи, при этом разрушая крышу. Они между домами протянули кабели, подвесили их и зацепили за воздуховоды, которые на крыше. Эти воздуховоды весом минимум полтонны весят. Когда у нас был шторм, то, естественно, все это раскачалось, и два оголовка весом полтонны, по сути дела, слетели со своих мест, и нам просто повезло, что в этот момент жителей не было рядом. Вентиляционные каналы не предназначены для закрепления проводов, но операторы связи протянули свои сети много лет назад, не спросив ни у кого разрешения. На момент начала работы ЖКС все это уже было на жилом фонде. И наша задача как управляющей компанией была узаконить все это и начать, так сказать, практику получения денежных средств для дальнейшего их передачи жителям, чтобы они могли их использовать. Мы можем только предполагать, что интернет-компании невыгодно нести какие-то дополнительные затраты на изменения своих схем подключения, схем проведения проводов, и, соответственно, они там всячески пытаются затянуть эти вопросы. Сейчас управляющая компания ЖКС проводит рабочие встречи с провайдерами, чтобы они оплачивали восстановительные работы и впредь устанавливали свое оборудование без ущерба для жителей. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.